Здравствуйте! Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня наш гость Вера Николаевна Фадина, заведующая центром здоровья городской поликлиники номер 2. Если у вас ничего не болит, можно ли считать вас здоровым? И об этом мы сегодня поговорим. Здравствуйте, Вера Николаевна. Добрый день. Я сразу задам вопрос. Вот четвертый год уже центр здоровья существует. И, естественно, есть люди, которые проходят эти обследования, может быть, даже регулярно, каждый год или чуть реже. А большинство из них узнает что-то новое о своем здоровье? Ну, естественно. Вот наш центр, как вы правильно сказали, существует уже четвертый год, и мы работаем ежегодно с нарастающими показателями. То есть все большее количество людей желает пройти у нас обследование. Если мы начинали где-то с около 4 тысяч в год смотрели, то в том году мы уже посмотрели за 2013 год около 6 тысяч человек. И здесь работает, так называемое, больше всего сарафанное радио. То есть люди, придя к нам, действительно получив реальную помощь и реальную пользу от обследования, передают своим родственникам, знакомым и приходят в дальнейшем даже целыми семьями к нам. Почему это важно? Потому что обследование в нашем центре позволяет выявить самое главное, то есть состояние, как вот вы сказали, когда ничего не болит, здоров ли я? То есть у человека есть стадия, так называемые предболезни, когда еще ничего не болит, но когда организм, если ему вовремя помочь на этой стадии, есть обратная дорога, то есть человек может вернуться в состояние полного здоровья и оставаться здоровым как можно дольше, и потребности в амбулаторной или еще даже стационарной помощи отпадают на длительные годы. Вот это важность и значение нашего центра. Но в вашем центре человек может получить полную картину своего здоровья? Или ему потом все-таки куда-то потом, ну, надо будет углублять исследование, если приходится? Задача нашего центра, который расположен во второй поликлинике, я немножко напомню, 205 кабинет второй поликлиники, который находится рядом с Октябрьским рынком, и телефончик я озвучу, потому что нас всегда просят об этом сказать, 40-46-03, туда можно предварительно записаться. Так вот, человек, приходя к нам, мы про... обхватить все в одном обследование, естественно, невозможно. Но выделить самое главное, то, без чего человек, как говорится, конкретно не может жить, это состояние, в первую очередь, сердечно-сосудистый риск выявить и состояние дыхательной системы, определить риск развития сахарного диабета, потому что у нас идет обследование и на глюкозу, и холестерин с помощью тест-полосочек, и результат человек узнает сразу. Дополнительно у нас уже в течение двух лет мы проводим исследования и стоматолога с консультацией, медсестры, гигиениста-стоматологической и офтальмологической медсестры, то есть у нас проводится параллельно общему обследованию исследования остроты зрения, определение внутриглазного давления и рефрактометрия, то есть вовремя начальное, опять же, отклонение со стороны зрения выявить и их скорректировать тоже очень важно, потому что сейчас очень омолодилась и глоукома, то есть когда идет повышение внутриглазного давления, и так как работа сейчас, уровень жизни такой, что все мы связаны с компьютерами, естественно, идет очень быстрое падение зрения, особенно у молодежи, то есть вовремя его скорректировать тоже очень важно. И по результатам обследования, что очень важно, в нашем центре пациент сразу получает консультацию доктора, и доктор оценивает как раз полученные результаты и говорит о том, что есть вот о чем я сказала, сердечно-сосудистый риск, который оценивается по определению холестерина крови, сахара крови, по кардиовизору, измеряется давление, не просто давление, а скорость пульсовой волны, определяет состояние, определяется жесткость сосудов нижних конечностей. Доктор оценит сердечно-сосудистый риск. Спирометрия позволяет нам оценить состояние дыхательной системы, потому что наша экология и самое главное, огромное количество курильщиков. И если вы сами не курите, то вокруг очень много курящих. А это пассивное курение, которое не менее вредно для вас. То есть оценить, есть ли обструктивные изменения в легких. Это тоже очень важно их скорректировать. Провести исследование зрения, как я сказала, стоматолога и оценить вот эту общую картину позволит все это доктору. И доктор конкретно каждому пациенту, поговорив с ним, составит индивидуальную программу оздоровления. То есть подскажет вам конкретно, что вам нужно предпринять, чтобы очень хочется именно укрепить и восстановить ваше здоровье, чтобы как можно дольше вы не знали дороги в поликлинике. Я все-таки хочу подчеркнуть, это же все бесплатно абсолютно. Совершенно бесплатно. Люди об этом знают, а многие до сих пор, наверное, еще и не верят. Да, к сожалению, дело в том, что особенно молодежь, которая приходит к нам, которая приводит уже мама, мы и говорим, что мама проводит обследование, говорю, вы же хотите, чтобы ваши дети оставались здоровыми, они потом рекомендуют своим детям, они приходят, и молодежь крайне удивлена, что такое обследование, так скажем, на европейском уровне, на современных аппаратах, совершенно бесплатное. То есть обследование в нашем центре может пройти любой житель города Липецка и области при наличии просто действующего полиса. То есть для него это будет совершенно бесплатно. Это взрослый человек с 18 лет, как я понимаю. С 18 лет, да, потому что центр у нас для взрослого населения. А люди, которые приходят, там есть молодые, как вы говорите, но, наверное, основная масса все-таки уже в таком зрелом возрасте, в сознательном. Да. Но для многих становится сюрпризом то, что они узнают о себе, когда ничего не болит, а организм уже, оказывается, где-то дает сбой. Ну, естественно, потому что вот именно психология русского человека, так скажем, говорить, обращаться за помощью только тогда, когда уже заболит. А, к сожалению, вот я сказала, сердечно-сосудистый риск. Сейчас очень много об этом говорится, потому что сердечно-сосудистая патология выходит на одно из первых мест по причинам именно смертности даже. И выявить так называемую скрытую ишемию, когда действительно ничего не болит, а патология уже, так скажем, имеет место быть, и патология серьезная. То есть если это начальное отклонение, то есть их можно скорректировать там с помощью доктора, подобрав и коррекцию питания индивидуально подобранной, и коррекцию образа жизни. И наши доктора, так как они все очень грамотные, квалифицированные, специально проученные доктора, они проводят коррекцию и медикаментозного лечения, потому что к нам приходят люди, так скажем, далеко не здоровые. И самое главное, что и своевременно направить даже и к кардиологу, даже или там на дальнейшее, до обследования тоже, это имеет огромное значение для того, чтобы человеку продлить реально трудоспособную жизнь. Вера Николаевна, у нас уже звонок есть от зрителей, давайте мы послушаем вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, а сельских жителей вы принимаете? Я сказала, что мы принимаем любых жителей из села, все равно, откуда вы приедете к нам, самое главное, чтобы у вас был действующий полис. И самое главное, предварительно позвоните по телефончику, я сказала, 40-4603, и договоритесь, когда мы сможем вас принять. А работаете вы с 9 до 7, да? Да, 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 мы работаем без смены, соответственно, и в удобное для нас, для пациента время мы запишем вас и проведем вот это комплексное обследование совершенно бесплатно. По полису. Это для жителей Липецкой области? Или вообще России тоже? И на городних, мы даже и в всей России, то есть только нюансы есть там, что нужно к стерокопии полиса, к стерокопии паспорта, а так для любого жителя мы с 18 лет проводим вот это обследование. Как же пациент относится к тем результатам, которые вот получили? Вот он пришел здоровый, ощущает себя хорошо, замечательно, но вот у него скрытая ишемия. А что это вот? Что это? Ну, дело в том, что, вы понимаете, относится-то как положительно, в каком плане? Что наши вот как раз многие боятся узнать о том, что у него что-то есть. Это совершенно неграмотное отношение к себе, потому что задача врачей нашего центра зациклить не на болезнь, а зациклить на здоровье. Именно скорректировать человека, вот его повторяю, что очень важно даже иногда коррекция питания, вот так сказать, гиперхолестериномия, или коррекция образа жизни, когда начальная гипертония. И так существуют безмедикаментозные методы коррекции заболеваний, то есть когда они выявлены, так скажем, в незапущенной стадии. И вот эта коррекция придет к тому, я уже говорю, что человек сохранит свое здоровье. Но и если, так скажем, уже это требует медикаментозного лечения, то врачи подскажут что-то, а если что-то нужно дообследовать, то дообследуются. И бояться этого не надо. И люди, которые приходят к нам, и вот считая себя, так скажем, здоровым, и узнав о том, что здоров, слава богу, мы этому очень рады, к сожалению, процент здоровых невысок вообще у нас. Узнав о этих начальных отклонениях, они, услышав доктора и получив на руки индивидуальные составленные карты здорового образа жизни, которые по результатам обследования каждому пациенту выдается, потом начинают действовать согласно тому плану, который они разрабатывают вместе с доктором, проводившим, оценивавшим результаты обследования, они приходят к нам в дальнейшем для динамического наблюдения. Мы, то есть, не бросаем пациента, проведя первичные объемы обследования, и я хочу сказать, то полный объем обследования, который включает в себя очень много, много разноплановый, о чем я сказала в начале нашей беседы, он проходит, имеет право пройти раз в году. А в дальнейшем, в зависимости от тех отклонений, которые мы находим, и что считает доктор, он приходит к нам в динамику. То есть мы смотрим не все в целом, а именно те места, так скажем, где найдены отклонения, и какие результаты получает дальнейший пациент, используя ту программу восстановления, которую мы предложим после обследования в нашем центре. И вот это динамическое обследование показывает по результатам нашей работы, показывает, что люди, которые реально понимают, что здоровье – это не только правильно подобранные таблетки, которые имеют огромное значение, конечно, но это и коррекция образа жизни, то есть очень большие резервы, которые мы совершенно не используем, есть у нас в руках. Если их начать немножко использовать, это повышает трудоспособность и все, то результаты получаются замечательные. У нас есть замечательные результаты, когда люди и снижают, например, коррекцию веса, ведь коррекция веса, снижение веса на 10 кг приведет к тому, что снижается давление на 10 мм, и снижается показатель холестерина на единице, и показатель глюкозы на единице. То есть фактически человек, если это в начальной стадии выявлено, и полностью сбалансировано, уходит от угрозы развития гипертонии, сахарной диабеты, и от так называемой скрытой шемии, о чем мы с вами говорили. И это все помогает врачи нашего центра сделать как раз. А пациенты, или, наверное, они пациенты, да? Да. Большая часть откликается на эти результаты, или все-таки это пока меньшая часть? Берется за себя и начинает здоровый образ жизни. Берется за себя, но хотелось бы, конечно, чтобы это была большая часть, но, к сожалению, психология наша такова, что заставить себя работать над здоровьем, а здоровье – это действительно работа, ну, не так высок этот процент, как хотелось бы. Хотя с каждым годом количество людей, понимающих, что дешевле и проще быть здоровым, чем быть больным, все больше и больше становится. И работать начинает все большее количество людей. И что радует, работают не только люди уже, как говорится, скажем, возрастные, которые уже имеют полный букет заболеваний, но и молодежь это понимает. И в результате, при динамическом обследовании мы имеем все более хорошие показатели, вот когда в динамике мы смотрим вот уже в течение четырех лет работы нашего центра. Что, как говорится, нас вдохновляет и дает нам стимул действительно для нашей работы, которая крайне важна на данный момент для зрителей Липецкой области. Ну да, очень. Еще один вопрос у нас есть о зрителях. Добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Я уже однажды обращалась во вторую поликлинику, в Центр здоровья. Но по возрасту, я не работающий пенсионер, 63 года мне было отказано. То есть, когда я сказала, что у меня заболевание сердца, но я хотела бы пройти обследование по остальным органам, мне сказали, что вам не надо туда приходить, успокоить. Успокойтесь. Нет, дело в том, что вы понимаете, что вам было сказано как. То есть, задача нашего центра профилактическая, о чем я говорила. То есть, выявление, в первую очередь, заболевания на ранних стадиях. Почему я вот, когда провожу обследование пациентам, соответственно, и мамам, и бабушкам, и вы можете узнать, что сейчас к нам люди приходят и далеко преклонного возраста, имеющие полный букет, мы не отказываем сейчас. Вы можете позвонить и сами записаться, пройти это обследование. Но, в первую очередь, крайне важно, чтобы вы нанесли важность работы этого центра для ваших детей и ваших внуков, чтобы выявить заболевания на начальных стадиях, то есть, когда можно продлить их активное здоровье. Вот для этого создавался, в первую очередь, центр. Но отказывать сейчас, в принципе, мы не отказываем людям, и имеющим и патологию сердечную, и возрастным людям, мы не отказываем. Потому что у нас были ограниченные возможности работы, когда мы только создавались. Сейчас центр после капитального ремонта поликлиники развернут на половину этажа. У нас, соответственно, сейчас много кабинетов, врачи подготовлены. Сейчас мы имеем возможность большему количеству людей оказывать помощь. Значит, к вам приходят сейчас пациенты от 18 до неограниченного возраста? До неограниченного возраста, но очень бы хотелось, чтобы слышали мамы и бабушки, потому что молодежь, она воспитана нами. И, к сожалению, она воспитана так, что должны работать до последнего, пока не вынесут с рабочего места. То есть, пока дети в школе, в садике, их там все-таки проверяют, а потом уже надо молодому человеку брать за себя ответственность. Ну, или родителям продолжать. Ну, чтобы родители немножко тоже, как говорится, настраивали на то, что ведь здоровье – это все. Все без здоровья – это ничто, как говорил еще Гиппократ. Вот. Спрашиваю, сколько раз в год все-таки можно проверяться? Проверяться, я сказала, что полный объем обследований, которые включаются, но я более детально скажу, это обследование на аппарате антропометрическом, то есть, естественно, который оценивает индекс массы тела, то есть степень ожирения или, наоборот, гипотрофии, что очень много молодежи. Обследование глюкозы, холестерина, очень интересный обследование ритма «Экспресс», который оценивает уровень регуляции всех систем, то есть, насколько организм справляет с тем ритмом, который вы задаете, потому что у молодежи часто мы наблюдаем даже истощение всех регуляторных систем, так они себя доводят, а когда организм находится в состоянии истощения, то есть, соответственно, все слабые места очень быстро рвутся. Аппарат кардиовизма, о котором мы очень много говорили на предыдущих программах, который выявляет как раз вот скрытые ишемии, то есть начальное отклонение в сердечной мышце. Аппарат «Вазотенс», оценивающий не только артериальное давление систолическое и диастолическое, но и скорость пульсовой волны, оценивает жесткость, водичный плечевой индекс, показатели, которые уже международным конгрессом выдвинуты как важнейшие показатели сердечно-сосудистого риска, определяющие как раз жесткость сосудов нижних конечностей. Я вас спрошу об этом чуть попозже, нам надо сделать небольшой перерыв, Вера Николаевна. Реклама на канале ТВК, не переключайтесь, мы продолжим говорить о нашем здоровье. Продолжаем «Точку зрения». Сегодня наш гость Вера Фазина, заведующая центром здоровья поликлиники номер 2. Вера Николаевна, человек запишется к вам на визит, на обследование своего организма, а что ему нужно знать перед этим? Или что нужно знать, когда он уже приходит? Ну, дело в том, что когда он записывается, то есть в процессе беседы при предварительной записи, повторю опять телефон 40-46-03, ему все медсестры объясняют. Но первое требование, это естественно, как мы уже сказали, наличие действующего страхового полиса. И так как берется сахар и холестерин, то это, если это первая половина дня, то натощак, а если вторая половина дня, то достаточно 4-5-часового периода голода, для того, чтобы анализы уже были информативными. И, собственно, больше ничего. То есть никаких специальных там не будут делать УЗИ или... Нет, там все обследование очень комфортно, то есть ничего там больше, никаких предварительных подготовок, ни пить, ничего не надо. Все остальное уже в процессе пройдет обследование, и все дальше доктор расскажет. Порядка двух часов, да, проходит или часа? Ну, в среднем, ну, в зависимости от того, так как это компьютерное обследование и, ну, индивидуальные там, возможно, какие-то. Ну, в среднем, это час-полтора вот это занимает. Так, с учетом мы расширяемся, повторяю, здесь будет смотреть оптометрист, то есть вот внутриглазное давление проверяет все, то есть немножко расширяется объем обследования, то есть полтора часа, я думаю, это хватит достаточно. То есть люди, работающие, они в основном у нас тоже проходят обследование, и для них это комфортно, то есть они берут или первые, первые талончики с самого утра приходят к нам, записываясь часов на 8, или наоборот, ближе ко второй половине дня, отпросившись немножко с работы. То есть было бы желание быть здоровым, все остальное реально, можно найти время, можно найти все. Я знаю, что вы даже делали иногда выездные такие обследования, да, на каких-то библиотеках. Да, на предприятиях, да, на предприятиях. И, кстати, вот когда мы выезжаем, то, к сожалению, вот мы и видим вот эту вот негативную сторону, то есть люди работают, 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 ничего кроме работы не знают, и мы выявляем очень выраженную, то есть патологию уже не начальную, а далеко зашедшую. То есть это и гипертония, и изменение кардиограммы, и отклонение в анализах, то есть и сахара зашкаливает, и холестерин, и все, то есть высокие риски. Вот, и когда беседуешь с пациентами, они, ну, вроде как не болит, вроде как не пойду, или вроде мне некогда, а когда объяснишь, он понимает, то есть они после этих как раз акций приходят у нас уже и для динамического обследования, и в дальнейшем, повторяю, кто хочет реально себе помочь, те помогают и имеют замечательные результаты. И предприятия, с которыми мы работали, уже с многими мы работали и в том году, и позапрошиваем, они очень довольны и приглашают нас на следующий год. И вот был вопрос, на который мы до конца не ответили, я повторю, что полный объем обследования проводится человеку один раз в году, но так как отклонение мы выявляем, если здорово, замечательно, раз в году и живи спокойно, работай и занимайся чем хочешь. А если есть отклонение, то скорректировал, пришел на проверку, проверился, и дальше продолжаешь. Количество динамического наблюдения определяется уже при беседе пациента с доктором. И у нас есть же не только реальная возможность, вот сейчас уже скоро лето, то есть мы многие имеем проблемы с весом, вот, то есть у нас есть, и начал сейчас работать, вот, как после ремонта, отличный тренажерный зал, где работает очень грамотный инструктор лечебной физкультуры, и я всем своим пациентам рекомендую, то есть там она подбирает такой комплекс, который можно, в принципе, людям, уже имеющим патологию и сердечно-сосудистую, то есть заниматься позвоночниками, суставами, необходимым в любом возрасте, начиная, так скажем, уже с рождения и до самого активного долголетия, скажем. Чем здоровее позвоночник, тем здоровее сам человек. И вот на эти комплекс занятий, которые включают в себя 10 вот этих занятий обучающих, врач направляет по результатам обследования при наличии, при отсутствии противопоказаний, также совершенно бесплатно. Замечательно. Но многие себе вредят сами, ну, перееданием неподвижным образом, жизни малоподвижным, ну, курением, наверное, больше всего, да, курение. Вы же говорите, человек, который курит, у него сразу всё видно, и в лёгких, да, и на кардиовиде. Ну, да, то есть мы... Можно его как-то, ему помочь бросить, если он уже понимает, что это уже не нужно. Потому что надпись, которая курение убивает, оно, к сожалению, мало действует на пачках сигарет, которые выпускает наша промышленность. А когда человек приходит в центр, и он видит изменения, так как курение, он что, он спазмировается, в первую очередь, сердечно-сосудистая, влияет на сердечно-сосудистую систему спазмирования сосудов, и видит свои изменения на кардиовизоре, то есть это сердечко, там, компьютерный портрет сердца у нас, и вот эти красные полосочки, где сердца не хватает, кислорода уже конкретно видит сам, вот, видит изменения на компьютерной спирометрии, так как обструктивная болезнь лёгких, так называемая хобла, это, в первую очередь, болезнь, конечно, курильщиков. Вот, степень выраженности их, вот, когда мы смотрим, то есть запас прочности, вот почему я обращаюсь и к мамам, и к бабушкам, у молодого поколения значительно меньше, чем, скажем, у возрастного поколения, и те, кто курил, так скажем, махорку много лет и давно, может не иметь тех изменений, которые, вот, курят, так называемые, лёгкие сигареты, а лёгких сигарет их не бывает, это наш трюк нашей промышленности. Вот, лёгкие сигареты немножко, а у них уже изменения, как у тяжёлого курильщика. И вот оценить вот эти изменения при спирометрии, и плюс ещё обследственно-приборе смакелайзер, который конкретно покажет содержание угарного газа в лёгких курильщика, и карбоксигмоглобина в крови, в комплексе, вот это действует значительно лучше, чем всякий разговор о том, что курение там убивает. И наши доктора, так как они подготовлены, я говорю, по здоровому жизни, они после беседы с пациентом, естественно, самое главное, смотивируют, чтобы он понял, насколько важно и необходимый ему отказ от курения, ну и подскажут, с помощью каких препаратов, если одного желания, одного настроя недостаточно, можно добиться желаемого результата. То есть есть определённые препараты, есть определённые схемы. Было бы желание избавиться и помочь себе самому, а доктора помогут. Доктора все в основном, я так понимаю, терапевтического направления, да? Ну, не только терапевтического, есть у нас и кардиолог, и кардиолог у нас есть. Но самое главное, что эти доктора, во-первых, они сами профессионально очень хорошо подготовлены, но они единственные, кто подготовлены именно специально, это новое направление в медицине, именно сохранение здоровья, то есть здоровый образ жизни. Это очень важное и новое направление, по которому Европа давно живёт и получает замечательные результаты. Та же самая Финляндия снизила только путём коррекции как раз вот образа жизни, сердечно-сосудистый риск, практически в 5-6 раз. Вот, только коррекция питания образом жизни. Надо же. А вот всё-таки посоветуете, когда лучше приходить на это обследование, например, женщинам? Надо, чтобы ты уже был здоров. Или там вот у женщин есть определённые циклы жизненные. Ну, понятно. Ну, они немножко могут, скажем, нивелировать там какие-то отклонения, я имею в виду на том же самом кардиовизоре, но, повторяю, что это же всё обсуждается с доктором, и всё это коррекция уже доктор потом оценивает. То есть в данном случае я не вижу никаких ограничений ни у мужчин, ни у женщин в плане вот временного обследования в нашем центре. Главное, чтобы он недавно не болел, да? Ну, там, какими-то простудами. Ну, если простуды, это тоже после простуды или обострения. То есть тоже очень важно оценить, насколько организм восстановился. Вот, потому что мы как очень часто, так чуть-чуть стало полегче, мы сразу бросаемся в работу, а забываем о том, что организм, он не прощает недолечных простуд, и те же самые простуды, они недолечные, она может не только сказаться над дыхательностью, тяжело, но и, в первую очередь, на сердечно-сосудистые. И вот эти миокардиты и разные нарушения ритма, которые потом мы выявляем при кардиологическом обследовании, могут быть результатом, вот так скажем, недолечной простуды. Но, конечно, приходить к нам не следует больному человеку и медпростудными заболеваниями. То есть период острого респираторного заболевания, естественно, обследовать в этом центре не имеет смысла абсолютно. А вот когда вот вы пролечились, поправились, вы считаете себя поправились, ради бога, приходите, мы проверим вас. А хроников-то, пожалуйста, в любой момент. Ну, они и так знают о своих заболеваниях, наверное, но, может быть, ещё о каких-то других сторонах своей жизни. Ну, понимаете, знать это очень много. Вот я говорю, что то же самое, вот если мы будем говорить о гипертонии, об ишемической болезни сердца. Ведь сколько моментов, которые вот, когда начинаешь беседовать с пациентом, например, я кушаю всё, вот не худею. Да такого не бывает. И когда начинаешь выяснять, то вот один, второй, третий момент, ведь наши доктора подходят, повторяю, индивидуально. То есть возможность такой индивидуальной беседы вряд ли там какой доктор может на приёме, может уделить пациенту. И вот, повторяю, коррекция питания, коррекция образа жизни, она ведёт к тому, что пациенты сами потом убеждаются, какой резерв они абсолютно не используют. И вот наша задача как раз нашего центра, то есть не надо бояться узнать, надо бояться заболеть, вот, а вовремя узнать и вовремя скорректировать, значит, сохранить своё здоровье. И тем, кто его потерял, тоже не поздно, потому что тот же самый сахарный диабет, тот же самый, там, ишемическая болезнь сердца. Мы боим, вот, одни таблетки и всё, но эти таблетки, они, ну да, они крайне важны. То есть грамотно подобранное лечение доктором оно должно быть обязательно. И наши доктора, они тоже вот корректируют при необходимости это лечение. Но резервы-то есть, ведь сахарный диабет и гипертония, это, в первую очередь, болезнь людей, так скажем, с избыточным весом, гиперхолестериномией, там, ну, в общем, курящих. То есть весной как раз самое время узнать о своём организме и начать его оздоравливать. Как сказать, к периоду наших работ дачных, когда мы, кажется, пришли уже в состояние более-менее трудоспособном. Спасибо большое, Вера Николаевна, за интересную беседу. Думаю, что у вас будет сегодня и завтра, и в ближайшие дни ещё больше наших пациентов, наших липчан. Это была точка зрения Веры Фадиной, заведующей центром здоровья поликлиники номер 2 города Липецка. До свидания.